Девушки отдыхают На Шадоу Финде Со стороны Команды Нави На нижнем лайне у нас Бэтрайдер На котором играет Фаник И на топ лейне Стоит хвост на Свене Стоит Санейка на Леоне И Артстайл пока занимается тут лесными делами На Чене Причем занимается этими делами пока что во вражеском лесу От команды Н.А.П. на топ лейне Поставили лимпа на Квин оф Пейн Силкит помогает ему На Шейкере Ну и медлейн мы видели уже Эра на Чаус Найте И Висп От Хендскина Ну и на сложной в соло стоит здесь Феникс Ну и тут два оффлейнера Бэтрайдер против Феникса Кто сильнее у кого У кого собственно горячее здесь Характер посмотрим Огненный Феникс против не менее огненного Бэтрайдера Ну и Фанник вроде как посерьезней будет Чем Геннессом Фан у нас Вообще по скилу Посмотрим как реализация пройдет самого Фаника Чен Как сильно у нас загулял Артстайл Эра уже готова у нас ловить Артстайла Артстайла Санейка На подсейв промазывает здесь под копом И Фёстблат На ком бы вы думали Конечно же на Артстайле у нас Фёстблат Нави теряет первый фраг Ну первый блин комом в игре Для Артстайла Полетели наверное наушники на стол Полетели маты в скайп Этот парень вроде как за словцом в карман не лезет Лимп на топлей не фармит И что примечательно Что квапу у нас в мид не поставили Это все разумеется из-за даблы ЦК и Висп Но тем не менее Лимп у нас и в игре против BBC Стоял на легкой линии на мид героя Там тоже по моему квапа было Если не ошибаюсь от него Давайте быстренько по фарму вообще разберемся У кого там что Хвост фармит Прилично Спокойно Никто хвосту особо не мешает Лимп тут сильно не харасит у нас хвоста Я так вижу по хп вообще не проседает Ну по мане Небольшое проседание 14 на 5 по крипстату у нас у хвоста На мид лейне эра 11 на 8 Ну и Бэтрайдер на легкой линии Против Йонасом Фан 11 на 4 А вот Йонасом Фан по фарму Похуже себя чувствует 6 на 3 у него Артстайл вернулся в свой лес И скорее всего правильно делает Я так понимаю был ранний Попытка раннего выхода Ну сейчас уже можно понять Что была попытка Раннего выхода у нас от Артстайла На мид лейн Думали сразу же даблу Из Веспа и ЦК поставить на место По факту на место стал Артстайл И отправился в свой лес Грустная печальная история Длиной в 1 фраг Цепляют у нас Дэнди Мана вот-вот накопилась у нас на стану ЦК И сразу же подсейв сюда от Санейка Санейка не прилетел в итоге Санейка остался на лайне Но команда НИП отсюда отошла Эра вернулся к фарму Так, Квапа у нас забирает Бэтрайдера Как так-то, а? Как пропустили? Где вообще инфа? Почему в чат мне не написал Хвост? Что происходит? Забрали у нас Фаника На лёгкой линии Квапа Со своей лёгкой переместилась На сложную К Фениксу И там его развалили Дальше пошли за Артстайлом Лимб наорал у нас на Артстайла И, скорее всего, Артстайл Ещё раз отъезжает в таверну 0-3 Феноменальное начало от команды Na'Vi Всё получается великолепно Всё складывается гениально Этого мы ждали Это именно тот мув Которого все с нетерпением ожидали Последние сутки Ладно В принципе, дела-то В доте поправимы в любой момент Я думаю, игра ещё устаканится У Дэнди на мидлейне 13 на 3 ЦК против него 19 на 2 Дэнди хотя бы Я не знаю Дэдэшка тут Может дела исправит По фарму вообще На первом месте хвост И хвост у нас на Свене Что примечательно Свен без какого-либо Виспа в подсейф Потому что Висп у нас ЦК стоит вместе Хвост с Свеном И Свен Даже не знаю Под какую комбинацию Не под какую Свен сам по себе Тут Герой автономии Просто раздуться И просто Бить всех и вся Налево и направо Да вот у команды НИП какая-то комбинация имеется А вот какой-то комбинации Со стороны Нави Я не увидел Особенно Ну да Должен на ранних лвлах Где-то Артстайл Сильно мучать Команду НИП пока не мучает Артстайл Артстайла Чуть не зацепил Здесь Эра Ну и еще один Реалити риф не получился Эру поймали У нас в сетку Стан от Кентавра Эру должны развалить SF забирает у нас Эру Дэнди забирает Первый фраг Для команды Нави Ну и первый удачный Выход от Артстайла Не знаю Лесник не лесник У нас Артстайл Как писали в чате По-моему Не важно Где у нас будет стоять Данный герой Лишь бы игра Вообще у команды Складывалась В принципе Кого еще в лес Отправлять Санейка в лес Отправлять нет смысла Лайнинг саппорт Я думаю Артстайл Еще свое место найдет Если опять же Задержится в команде Нави Помнится мне Отношение к нему было Мягко говоря Не самое Теплое В составе команды Нави Я представляю Как пришлось Сильно Напрячься Навиам Чтобы вернуть Артстайла Лим Отваливается у нас На топ лейне Ну и еще один фраг С участием капитана Нового старого капитана Команды Нави 2-3 становится счет По золоту Где-то 400 Оторвали у нас От лимфа Вообще По фарму Нави На тысячу Опережают своих соперников Несмотря на то Что на один фраг Меньше имеют И по экспириенсу Тоже Тысяча с копейками В пользу команды Нави 2-3 Дэнди Притягивает у нас Эра Стан на 4 секунды Ну могло бы и больше Да наверное зайти Просто максимальный Стан у нас на Дэнди Санейка Сразу же здесь Вот силки Проседает по хпф Суру поставили Ну и будет здесь Пытаться мансить Хотя бы Санейка Сильно тут по манси Шуэра нереальный Мувспид На ранних левелах Все-таки есть Пауэртретс Еще и Висп Через тизер Все необходимое Дает И сразу Трех игроков Команды Нави Забирают Поочередно На разных линиях Убили еще и Бэтрайдера У нас на нижнем лайне Но мы смотрели Как СФа забирают И как забираются Нейка 6-2 И Найпи впереди Для Дэнди Появляется Пауэртретс Ну Главное Для команды Нави Как ни крути Это то Чтобы Хвост Выформил свои артефакты БКБ Момы Дайдалус И все Дальше уже по желанию Но Свена Главное Сейвить у нас Свена Дэнди Вряд ли будет Еще я думаю Подставляться В общем-то Научен Горьким опытом Последних 7 минут Дэнди Что выходить Далеко нельзя И Подходить керри Когда у него есть Мана И где-то рядом Ходит Висп Это в общем-то Себе Дороже И Санейка Я так понимаю Представлен здесь Нянькой К Дэнди Где у нас Капитан Иван Артстайл Отправляется на топ-лейн Вместе со своими Зверюшками Ну и Хвост Тоже здесь недалеко Хвоста уже Штромхаммер Промакшен Есть Гад Стрэндж Ну и в 2 Варкрай тоже вкачан Пока без пассивки Играет Хвост Ну у него я так понимаю Должна быть одна Номинальная цель Просто покажите мне Кого бить Я буду его бить Примерно такая ситуация По Скиллбилду у нас Керри команды Нави Фаника Скорее всего Здесь поймают Могут поймать Фаник разворачивается Лассо на Феникса Феникс С Икарусда Нет Икарусдаева нет У Феникса Поэтому Дэнди Забирает фраг Хэнскина тоже Могут забирать Тизер Заблочили Тизер Тут в Киксе Не так-то просто Тизер дать на лимпа Даблкил у нас От Дэнди Дэнди дальше За лимпом У Дэнди есть хастай Можно бежать У лимпа Лоу вообще По мане По хп тоже По ловинкой Дэнди будет Перейд дальше Ну До поры до времени Силкил прилетает Силкил прилетает У нас на нижний лайн И отпугивает Мидера команды Нави Хвост Спушил Т1 на топе Хвост Или Это сделал Артстайл Секунду Сейчас посмотрим Тауэр 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 Да Свен забирает у нас Тауэр На топлейне Пока что По товарам 1-0 Ну Чен В пике Обязует К данному С течению обстоятельств Артстайл Должен выходить На линии Должен помогать Пушить Иначе Как бы Присутствие Чена Мало будет оправдываться Выводить в какой-то Лейт Игру команды NIP Я думаю Не стоит Свен Это хорошо Свен Это конечно Сильно Но Справится ли Свен С перефармленным ЦК Ой-ой-ой Как сомневаюсь Тем более Опять же Висп Это палочка Выручалка Или не палочка В этом случае Шарик Выручалочка Из любой задницы Вообще Свою керри Может вытащить И вся комбинация Просто рушится И за счет Обалденных Каких-нибудь Релокейтов Если они Конечно же Будут Так Силкиду у нас Поймали Сетка Где Где Сетка По Силкиду Хвост Ульту Произал Забрали У нас Шейкера Пошел У нас Пошла Супернова Артстайл Горит И скорее всего Умирает Да Чем у нас Отправляется В таверну Свен Тоже Отправляется В таверну Но стоил Лишь Шейкер Таких усилий И таких Жертв Вряд ли Дальше Еще зверей Гонит У нас Йонусом Фан Что ж ты За Изверг Такой А Все Умирают Здесь Все Звери Умирают Йонусом Фан Наверное На таком Пире Не был С собственного Рождения Забрал Во-первых Ченов Во-вторых Еще и На десерт Забрал Всех Ченовских Ребят 10 минут Сыграно По золоту Нави 2000 По экспириенсу 2000 Так выигрывали 2500 Вроде Умирают Больше чем Нипы Но Формят Но Формят Леон От Сан Нейка 1000 По золоту Есть Но Где-то Скорее всего Замаячит Транквил И Дальше Будем Ждать Появление Даггера У Бэтрайдера До Даггера Еще Собирать А Собирать Где-то 700 Не 700 Точнее А 850 Для Фан У Артстайла Уже Есть Аркан Бутсы Чен Мейл Готовится Выйти В Баклер Не Хедреску А Баклер У хвоста Есть Даггер У хвоста Есть ПТ Больше Пока Ничего Увидели Эру Увидели Хенд Скина Ну и В рассыпную Бежать Уходит Отсюда Фаник Артстайл Тоже Близко Не подходит Но Вроде Как Не Боится Так Врыв У нас Пошел От хвоста Ловят Здесь Ловят Здесь Веспа Ну и Хвост На 3 Секунды Стан Не От Маны На Соник У нас Улимпа Дэнди Тоже Без Маны Фиссура У нас Хвоста Хвост Отъехал Дальше Гонят Всю Команду Нави Ульта Пошла От Дэнди Эру Можно Разбирать Не Подсейвит Его Висп Не Должен Через Лассо Утягивают Эру Эру Забирают Келлинг Спри От Дэнди Разменяли ЦК На Свена Достойный Размен Сейчас Посмотрим В чью Здесь Не Жалеет Юна Сумфан В принципе На Лоу ХП Че Жалеть Вообще Еще Одна Безобидная Тварь Здесь Падает Забрали Кентавра В очередной Раз Конечно Хреново Дела У Чена 1-4 Счет Хедреска Я Что-то Не так Понял Да В Курьере Ничего Ну Артстайл Мягко Говоря Попадает В запар У него Есть Чен Мейл У него Есть Два Iron Branch Он покупает Рецепт На Хедреску Теперь Загадка Для Юных Дотеров Что Не так Сделал Артстайл Вариант А Купил Не тот Артефакт Вариант Б Мискликнул Вариант С Сливает Первую Игру В своей Карьере В этом Году За Нави Ну Вряд ли Вряд ли Я думаю Просто В истерике Опять Кликал У нас По Артефактам И Ну И не тот Рецепт Выбрал Там Попади Разбери Еще Огромный Список Этих Артефактов На Меку Ну Все Ладно Будет Бегать С рецептом Там До Ring of Hell Осталось Не так Там Много Ну И Chainmail Уже Имеется Что Тоже Безусловный Плюс Забрали Санейка Игроки Команды Найпи Они Выигрывают По Фрагам В два Раза У команды Нави 6-12 Счет На данный Качина Промакшина Ну И Феникс Тоже Недалеко Фанник Отсюда Уходит И Наверное Правильно Делает У Дэнди Уже Есть Иул Мека Здесь Отходит У нас Чену Как быстро Чен Ее купит В принципе Непонятно Баклер Уже Себе Должен Арцайл Приносить Так У нас Ульта У Дэнди Так и не была Проюзана Эру Здесь ловят Санейка Подкоп Сразу По двоим Должны Забирать Эру Хвост Под ультой За Эрой Но слишком Быстро Бегает У нас ЦК Ловят У нас Хвоста И хвосту Просто Не дадут Сделать Ни одного Удара Еще и на Лоу ХП Дэнди Отсюда Отходит Куда Тут Одинокая Сова Юзали Циклон Циклон Не помог В итоге Разменяли Мидера Команды Ну не Мидера Номинально Вообще Керри Понятно Что Мидер Команды Нави И В очередной Раз На Артстайла Но Артстайл Уже Бонусом У нас Просто Падает Пятый Раз Если Не Ошибаюсь Да Пятый Раз Отваливается У нас Ваня В этой Игре 7.14 НИП Не сдают Позиции За каждый Фраг От команды Нави Они Забирают Двоих Игроков Команды Нави Что Неприятно Умирают И Мейн Керри Умирают И Саппорт Ее Флейнер Тут Трижды Уже Умирал Единственный Кто Серьезно Держится Это Денти По Золоту Вноль Скатились Нави По Экспириенсу Немножко По Больше Даже Отдали Команде НИП Чем Заработали Сами В свое Время Давайте По Артефактам Пробежимся Пока Игра Немного Устаканилась У Феникса Рецепт На Шиву Что Простите Уже Куда Вообще У Йонаса Фана 2700 Еще Собирает Доместик Став Ну Как-то Льстит Себе Феникс По-моему Ну Это его В принципе Дело У ЦК Уже Имеется Армлет Есть ПТ 670 На руках У Хэнскина Есть Ботл Есть Урна И Также Есть ПТ Висп Себе Незаконно Много Позволяет У Шейкера Есть Бутсов Спит И 1000 По-золоту Есть Все Варианты Что Зилокит У нас Будет На даггер Копить Не будет А Вот Тебе На тебя Комментатор Выкуси Не будет У нас Копить Сейчас На даггер Шейкер Покупает Себе Солринг А Квапа Пауэр Трэдс Нул Талисман Вот Квапа Кстати У нас На подсосе Полнейшим У лимпа По-золоту Сейчас Глянем Нетворст Там Пятый Вообще На карте Пофармил Легкую Линию Сейчас Нищий Вообще Жутко Смотреть У Бэтрайдера Есть Даггер 230 Для Фанника Имеется Это все После Транквил У Леона Транквил Имеется Так Лимп Пошел Назгнать Фанника Фанник Отсюда Улетает Санэка Я так понимаю На всякие Случа Давал Подкоп Если вдруг Кто-то Блинканется Никто не Блинканется Рановато Еще У Леона Транквил 830 Сверху У Дэнди На Сэфи Появляется Огрклап И Дэнди Будет выходить После Юла Как я понимаю В Блэк Кинг Бар У Свена Есть Даггер Есть Лофс оф Хейст Хвост Только Не Только Не Медас На 158 Минуте Или Только Медас Я думаю Хвост В любом случае Лучше Меня знает Что ему Необходимо Ну и Есть Уже Хедреска Баклер У нас Для Ловят И хвост Просто Под ультой Бежать Отсюда Быстрее Бежать Ну какие то Врывы Беззубые Вообще От Нави Невменяемый Экшен Да он Происходит Да вроде Бы как У нас Какие то Телодвижения От Нави В сторону Команды Найпи Интересные Активные Ворваться Дать стан И убежать Вряд ли Сильно Надымажит Это Найпи Они вообще С покерфейсом Стоят И смотрят Как пытаются Нави Что то Придумать Но пока Пока что Нави Держатся По золоту На нулевых Позициях По экспириенсу Тоже на ноль Еще раз Напомню Они убили В два раза Меньше Чем умерли Огр Клапа Появляется Уэры 300 по золоту Сверху Вылазка Готовится От команды Найпи Во вражеский лес Силки Здесь видит Дэнди Тотемом Не должен Попадать Эхо слэм По Дэнди Не жалеет Вообще Тотемом Так и не Попадает По Дэнди Дэнди Разворачивается Начинает Наваливать По Йонусу Фану Ну так бейте Бейте Вас же двое И Глеб Здесь И Дэнди Все разбивает У нас в итоге Феникс Сан Силки Да тоже Скорее всего Развалят И Лимпа Поймали Власода Здесь Триплкил Будет от Нави 3 в 0 Разменялись Налог И Печен Чен умирает Не страшно Еще один удар По виспу Висп расколотился Ну и что это Тимвайп Давайте Давайте Жмем Эра Подкоп Эра в таверну Вот это я понимаю Разменяли капитана И отличная командировочка У нас От Нипов Во вражеский лес Все вернулись В таверну Не своими силами По почте Отправили Прямо под фонтан Ну что Нави то Нифига себе Сколько отковыряли Здесь 2 300 по золоту За файт Еще и 1000 По терянному ТНП Ну и 5 400 По экспириенсу 19 минута У нас по золоту Нави уже Выигрывают На четверку По экспириенсу 5000 Тоже По пользу команды Нави Что приятнее всего То что не умер здесь СФ И не умер здесь Хвост Так обычно бывает Ой на червила Сейчас Дэнди развалят Вообще до ужаса И Карус Дайв Нет еще У Карус Дайва У Феникса Дэнди Ну наверное Не уйти отсюда Скрим оф Пейн Пошел от лимпа Дэнди просто сам В руки команде НИП пришел Непонятно вообще Зачем Ну что Почти 1000 по золоту Забрали НИП За одного Дэнди Забрали по моему Мега киллстрик Да так и было Как там дела с Меккой У Чена до Мекки Еще немного Тут еще 130 И будет наконец-то Мека На 20 минуте Ну и то неплохо Медас все-таки для Свена появился Огр Клаб тоже есть для А Свена Мома Пока нет И им даже и не пахнет Хвост пойдет сначала В Блэкинг Бар Потом возможно Мома А возможно и не будет Мома Какая-нибудь Кераса Решит все вопросы Но отъедаться тоже Толком не дадут у нас Свену В принципе Мобильная абсолютно Стратегия Кайтить Свена будут 100% Главное это Добраться до героев Команды НИП Там же Свен по факту Должен настрелять Как добраться Толком непонятно Во-первых Мобильный благодаря Икарус Дайву И Блинку От Квапы Во-вторых Нереальный мувспит Вообще от ЦК Под тизером Веспа Ну и то что Можно из любой задницы ЦК вообще вытаскивать И В любую точку карты Переносить Веспу Это тоже факт Обычно у нас Серьезные коллективы При Подходящих обстоятельствах Занимаются не врывами А наоборот Увозами своих Мейнкейл Что Йонас Умфана Здесь разваливают Огромное стадо У нас У Артстайла Санейка Ловит стадо На 3 секунды Эра готов подраться И против Эры Готовы подраться Санейка Здесь разваливают Артстайл Бежать отсюда А где серьезные ребята Позовите взрослых Кто вообще Биться здесь будет Хвост Опять Ульту провязал И бежать оттуда Но отходят Не так далеко Фениксан у нас Падает Хвоста сейчас Хвоста Половина ульты Еще Сура пошла По хвосту Без маны Здесь Эра Не притянуть В принципе Не застанет Ну что Потеряли только Чена И Леона Двух саппортов Разменяли На ничего Еще И отдали Тауэр Комаде Найпи Здесь по золоту Найпи Хорошенько Так Отмахнулись Проигрывали пятерку Сейчас обновятся Графики Думаю где-то Тысячи три Будет для них Ну и шесть По экспириенсу Они проигрывали Тоже Три пятьсот На данный момент У артстайла Один семь восемь Мека есть В принципе Понятно Ассисты Это хорошо Но Вот семь смертей Для Чена Как-то многовато С другой стороны Шел бы ровненько Себе Артстайл Допустим На саппорте Если бы он Конечно Взял бы Какую-нибудь Баланара На мид И убивал Да Это все Было Пообсуждаемо Но если бы он Был саппортом И шел бы Себе Ровненько Там четыре Три Или Пять Шесть Например Кто бы вообще Об этом вспомнил Кто бы что обсуждал А инфоповод На секундочку Мощнейший У нас На данный момент Напомню Это первая Официальная встреча Артстайла В составе команды Нави В нынешнем составе Команды Нави 2015 Там за мощнейшие призовые. Те же Na'Vi, те же Хвост, те же Dendy. Пока у нас так. У нас, ладно, у нас силкида ловят здесь флосо. Под Firefly'ем Глеб и оттаскивает у нас силкида. Развалили. SF7-2. Ладно, мысль закончу. Пока игроки команды Na'Vi. Основные, несменные. Хвост и Dendy. Где-то тренились по каким-то серьезным турнирам. И дрались за большие деньги. Там несли на себя груз ответственности. Режимили. Если вообще это допустимо у нас к Хвосту. Но, тем не менее. Artstyle занимался... Ну, мы не знаем чем. Якобы был в инактиве. Чем Artstyle занимался? Вряд ли он сидел и тренился там с Xiaway'ем, например. Или с командой DK где-нибудь в пабах. Максимум с Dread'ом там. Ну, это понятно, что это не уровень, не показатель. Вот. И ожидать, что у Artstyle будет такой же high skill, который у него был на позиции 2011 года, нет. Это вряд ли вообще. Это глупо. И так быть не могло по факту. Потому, что это так не могло быть в принципе. Но вот, что Artstyle сохранил свои организационные какие-то качества. Качество лидера. Какую-то обезбашенность, которая на картах была нон-стоп. Еще во времена первого интернешнала. В это, конечно, хочется верить. Я думаю, что брали его конкретно, как серьезного организатора. Как того, кто Na'Vi наконец-то соберет в кучу. Потому, что Na'Vi у нас, не знаю, по кафельному полу просто расплылись. И не могут найти ни свою игру, ни вообще игру под названием Dota. Ну что, у нас пошел эхо-слэм от Шейкера. Шейкер на лох ЭП. Дэнди забирает у нас Шейкера. Сюда врывается Эра. И врывается Тун с лассо. Фаник. Эру должны разбирать. Фантаст пошел от Эры. Хвост под ультой. И опять Хвост под ультой валит. Да куда ты, Саша? Вон, вот здесь драка. Хвост у нас убегает из файта. Теряются Нейка. Теряют, конечно же, Artstyle в данном файте. Хвост отсюда валит. Дэнди по лесу. И бежать отсюда как можно быстрее. Ну что ж такое? Хвост просто в файтах не участвует. Я не знаю. Это какая-то композиция. Не вижу зла. Мою команду разваливают. Хвост постоянно у нас спиной к файту. Повернись-то, я не знаю. Лицом к воротам. Атакуй. Делай что-нибудь. Ну, может быть, это указание, опять же, того же Капитана. Или вообще всех игроков команды Na'Vi. Хвосту надо сейвить себя. И ни в коем случае не умирать. Возможно, возможно. Ну, куда, собственно, Na'Vi скатится в итоге без фрагов, без убийств? У меня большие вопросы. Ну что, поймали у нас Фаника здесь. В четвером, в пятером Фаника должны заковырять. Еще и 4 секунды стан. Да, команда NIP, в принципе, битая наполовину. И половина из состава. Но в соло забрать Фаника это не проблема. У Дэнди есть Даггер, есть Иул, есть БКБ. Дэнди по артефактам к 25-й минуте вообще великолепно себя чувствует. Первый Нетворс на карте. Второй Нетворс у нас у хвоста. Появляется Мордипмаск. Ну и ждем появления Мома для Свена. Может быть, без Мома у нас не хотел драться Свен. Курьер Мом приносит. Ну и все. Роху должны Нави отжать. Фантазма нет. Эхо Слэма нет. Еще очень долго не будет Соник Вейва нет. И Релокейта у Веспа нет. Нифига вообще у на IP нет. Ни одного ульта. Вот вам, пожалуйста, Силкит. Забирайте. Силкида притащили. Хвост его развалил. Вот вам Йонас Умфан. Вот это я понимаю. В Экарус Дайве у нас Йонас Умфан влетел. Феноменальная реакция у нас от Санейка. Сразу же Хекс у нас по нему. И что? Прошли дальше. Даблкил от Дэнди. Развалили здесь еще и Квапу. Нормально так и на IP подошли. Понюхали. Чем Рошан пахнет, ребят? Аегис для Хвоста. Еще и 1400 сверху. И здесь Хвост еще и кучу спаунов. Эншентов забирает. Хвоста сейчас было 1500. Я думаю, 2500 после этого темного дельца будет. Ну, 2300. Уже неплохо. 800, где-то 900 по голде Хвост. Просто на Эншентах наковырял. Ну и после Мома 2400 для Хвоста. Аегис для него. Да все для тебя, Саша. Дерись. Как серьезно вообще Санейка Муф какой организовал. Скорость реакции вообще великолепна. Ну, наверное, конечно. Прокликал заранее он у нас Хекс. Ждал, когда придет кто-нибудь или влетит. Дождался. Сразу же кликнул. Ну, поймайте Карл Сдайв. В Карл Сдайве, точнее, Феникса. Я не знаю. Это как... Не знаю. Как пулю зубами ловить. Или как поймать мяч баскетбольный, летящий в лицо твоей подруги на матче. Или больше того, бейсбольный или теннисный. Ладно, у нас пауза. Давайте по артефактам пробежимся. В принципе, время есть. Все. Хвосту надоело. У хвоста все стало получаться. Хвост говорит, все. Манал, я вообще, ребята, отхожу. Только не дедосы. Потому что эта ересь будет полной. Если здесь задедосят у нас на ВЕ, если они не смогли тут обезопасить себя, это вообще более унижение для всех нас. У Чена. Мека. У Чена. Аркан Буцы. У Свена. Мы видели уже, у Хвоста есть Даггер, есть БКБ. Масков Мэднес. ПТ. Медас. И Аэгис. Ему достался. У СФ. 3.300 на руках. Дэнди. По фарму по-прежнему на первом месте. 14.5 для него. У Фаника. Уже есть Огрклаб. Блиндаггер. Фордстаб. Все это имеется. И Огрклаб, как я понимаю, для Блэккингбара. Со стороны команды NIP. У Виспа. Как было, так и осталось. Ничего не поменялось за последние минут 10. Квапа. Квапа у нас в таверне. Это приятно всегда наблюдать. Есть ЕУ. Есть Огрклаб. Ну и, наверное, в БКБ у нас выходит Квенов Пейн, как я понимаю. Под станами стоять и получать в лицо от Свена не собирается Квапа. У Шейкера до Даггера вообще тут. Как до лета. У ЦК есть БКБ. 9-секундный армлет. Да и ничего особенного у Эры вообще-то и нет. Ну и Феникс. У Феникса есть Шива. Кстати, Феникс прекрасно себя чувствует. 6-4-8. У нас Юнасом Фан на данный момент идет по Нейтворсу на третьем месте. Почти 10 тысяч. Чуть-чуть, кстати, отстает от своего капитана команды Эры. Ну, только бы Свен не отвалился. Это такая кислятина будет. Если у нас Хвост опять будет терпеть от ДДОСа. Последний раз, когда я наблюдал на Вейхвост, у нас отправился куда-то в клуб играть. Здесь как-то я не знаю. Когда мы в клубе Чиксы танцуют. Куда у нас Хвост сейчас поедет? Посреди ночи? Тоже, наверное, в клуб. Но игра-то уже это почти заканчивается. Где-то брать какого-то стендына было бы нелепо. Так, пересадите артстайла на Свена и пусть играет себе под, в принципе, под ником Хвоста. Вообще, наверное, не лишним будет. А, Чена, гляди, кто законтролит. Ладно, давайте расскажу вам, что у нас там в турнире. Да, это информация не особо интересная. Но раз пауза есть, давайте расскажу. Собственно, как видите, НАТО с Винсер на последнем месте. У них 6 игр, побед 0, ничьи 3, 3 поражения. То есть 3 поинта заработали. Здесь за каждую победу в каждом матче дают по одному очку. Ну и вот, собственно, 3 ничьи, дало им 3 балла. То же самое у Ниндзи в пижамах. 5 игр сыграно, 3 ничьи, ну и 2 поражения, 0 побед. Короче говоря, ситуации идентичные. Только что на ИП сыграли у нас Балканберскорлеоны в ничью. Первую катку вроде бы нормально вытащили, а дальше стухли и развалились. Ну, опять же, опять же, здесь возвращение. Здесь, собственно, у нас произошло изменение в составах команд. Серьезнейший решафл. Нави выходит первый раз в свет с артстайлом. И посмотрим, что у них вообще по боевому духу. Пока что все вроде как нормально. Вроде комбетчат. Да не комбетчат, они не отставали. Да, они тут по щам где-то отхватывали. Ну, в принципе, удар держали. 10 тысяч сейчас, плюс у нас нави по золоту, по экспириенсу 12 для них. Ждем, сколько может хвост у нас восстанавливаться. Не знаю даже. Пока информацию никакую не дают. А кто вообще ставил, расскажите. Появление, мне просто интересно, появление в составе команды нави артстайла вообще как-то стимулировало тех, кто у нас ставит ставки на желание поставить на новей. Был ли вообще, есть ли у нас какие-то оторванные ребята, которые кучу денег на новей залили. Если вдруг залили, пишите в чат. Интересно просто посмотреть. Сам-то я без денег, сам я ставить не могу. Ну, а шмотками в доте вообще не промышляю. Если да, кто у кого какие-то яркие ставочки есть, пишите в чат, обсудим, насколько вы пробитые чуваки. Спасибо. 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 Говорят, что вроде перегружает у нас, перезаходит. Хвост, это опять же говорят, перезаходить можно, ой-ой-ой, сколько. Вообще азиаты, кстати, у нас частенько, вроде как ДДОС, болезнь, которая страдает в основном СНГ команды, ну или матчи вообще с участием СНГ команды. Недавно я комментировал матч между, по-моему, Рейв против Андермайнер, там у Рейвов вообще никаких шансов не было. Первую игру слили просто, когда ходяги однорукие, вторую игру тоже начали сливать, а потом пауза, пауза, пауза. И матч, который по факту ничего уже для Рейв не значил, они там реально терпели просто как глухонемые. Простите, все глухонемые, если вдруг вы слушаете меня. Так вот, умудрялись нажимать на паузу азиаты каждые вообще 10 секунд после отжимания паузы и ставить ее на 5-6 минут. Я не знаю, откуда такие стальные нервы у нас у организаторов были в азиатском дивизионе. Это был... уже не вспомню, все турниры смешались. Короче говоря, какой-то был турнир, в который допускают азиатские команды. И на паузе игра стояла, по-моему, час 20, если я не ошибаюсь, при том, что вообще тайминг игры был минут 45. Короче говоря, начали в половину второго, еле-еле к четырем, к началу пятого этот матч закончился. Причем матч такой тухлый, просто играли однорукие против одноглазых. Жуть полнейшая. Нифига не решал этот матч, но и тем не менее. Ну, это вот к слову, что ДДОС у нас вроде как... Ну, и ДДОС, и пауза, это вообще болезнь, которая страдает из СНГ коллектива. Нет, на самом деле страдают этой болезнью все. Просто симптомы разные. У кого-то проблемы с интернетом, у кого-то проблемы с ДДОСом, у кого-то проблемы с головой. Кто не может у нас от ДДОСа защититься? Ну, с сознанием, я не знаю, с ощущением собственной безопасности какой-то киберспортивной. Опять же, про хвоста не говорят. Говорят, ДДОС Тайм, опять же, любую хрень тут можно списать на ДДОС. Почему выпал из игры ДДОС, почему компьютер выключился ДДОС, доктор, что это у меня за сыпь, это у вас ДДОС, товарищ. Сейчас очень много чего списывают на ДДОС, ну а комьюнити, понятное дело, слово модное, комьюнити все чаще употребляет в любых каких-то проблемах с подключением игроков к ДОТе. Ну, ждем. Долго у нас продлиться это не может, по факту. Ну, хотелось бы в это верить. Смотрим, ждем. Смотрим. 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 С regulators. Смотрим. Смотрим. Продолжение следует... 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 Ну и Рошан, в принципе, без тайминга теперь. Это все, это не дота, это конец. Закрываем. Монитор на стол, закончили доту. Силкит вообще озверел просто. После паузы пошел в лес фармить. Шейкер фармит лес через тотем, через все вообще, что есть у Шейкера. Через фиссуры. Ну, к Шейкеру надо даггер, наконец-то. Силкит насобирал себе на даггер вот-вот, 33-я минута. Очень ранний даггер появляется у Шейкера. У Квапы в это время появляется Блэкинг Барк. Кстати, на дэмэдж Квапа вообще не собиралась. Есть Юл, есть БКБ. С руки Квапа не бьет. Ну, это 140, это не урон на 33-й минуте. У Дэнди уже есть Баттерфляй. Под смаком команда Нави. Прямо под вражеским хайграундом. Фаник уже в верной позиции. Сейчас Файерфлай прыжок и быстрее тащить кого-нибудь. Да ладно, ребята, это шутка. У Фаника теперь лаги. Отключается у нас Санейка на этот раз. Ну, надеюсь, Санейка побыстрее будет, чем Хвост. Команда NIP, кстати, тоже под смаками. Здесь Смок с Дэнди уже спал. Фаник просто у нас в инвизии не под смаком. Ну и все, остальные все без смака. В пятером команда Нави под вражеским хайграундом. Как только увидят, где находится команда NIP, то-то Нави удивятся. Я уверен, что они ждут, в принципе, какого-то сопротивления с хайграунда. Тут NIP, в принципе, такое, не знаю, промечивание промечивый, но мув интересный, предприняли, собираются зайти в бок команды Нави и где-то кого-то откусить поочередно. И опять же, становится у нас Бэтрайдер не настолько мобильным. Тут допрыгнуть до самого дальнего и вытащить становится сложно. Запрыгнуть на хайграунд под фаерфлаем, да, Фаник всегда сможет. А здесь лететь до команды NIP и вытаскивать. Я не знаю, кого, например, Фаник у нас будет вытаскивать. Скорее всего, сил кида можно вытащить, можно лимпа вытащить. Эру тут все равно, тащи-не перетащи, застопят, забашат, застанят. Лучше, скорее всего, с Шейкером сразу разобраться, вообще от греха подальше. Инфу не дают. Инфу не дают, Санейка отпал, Санейка пока не возвращается. Давайте посмотрим. О, Санейка вернулся. Все, давайте не смотреть. Санейка. Все, отжали паузу. NIP заходят не просто в бок, они заходят в спину. Какие хитрозады, ребята. Куда вы? Да, да, дальше. Гляньте, что нарисовали. Дальше надо бежать. Еще дальше. Через Т2 вообще на нижнем лане. Ну что, у нас Свен увидел всех. БКБ сразу от всех, от кого только можно. Дэнди разультился. Сразу же забирают Феникса. Фантаст пошел от ЭР. Эра под Блэкинг Баром. Фаника поймали. Фаник на лоу ХП. Убили также Виспа здесь. Висп в таверне выкупается сразу же сюда. Брали Эру. Вот это я понимаю, Свен. Вообще, уберите хвостай с команды. Свен уже двоих настрелял. И еще и надамажил сильно у нас кого-то там. Короче говоря, 4 в 0 подрались Нави против команды NIP. Мув от NIP был опрометчивый. Теперь можно смело об этом сказать. Не выдерживают нервы у нас у светящегося шарика. Хэнскин пишет GGVP. Ну, первый матч для новей заканчивается положительнее. Да, терпели поначалу. Ну, да, там артстайл не божил вообще на чене. Ну, с другой стороны, когда вообще у нас артстайл на чене играл. Думайте, Нави. Думайте. И мы будем думать. С артстайлом, ну, такой кадр, как артстайл, такого кадра, как артстайл, нужно использовать, я думаю, правильно. И все, в принципе, решится гораздо быстрее и серьезнее. Пока что вход, в принципе, неплохой. Ладно, у нас небольшая пауза. 2-3 минуты. И пока что не переключаемся, не забываем нажимать фоллоу на Твиче. Заходите в группу ВКонтакте. Там, в принципе, все, вся информация о дальнейших кастах будет моих. И, естественно, пообщаться тоже сможем в группе ВКонтакте. За чатом не успеваю следить. Ребята, вы уж извините. Все-таки Дота у меня в приоритете. И если где-то в личку ВК, позже разберусь. Если что-то конструктивное, то, собственно, отвечу, поговорим. Все, пока что небольшая пауза. Через 2-3 минуты услышимся. Не переключайтесь. Ну и зовите с других кастов сюда. У нас тут веселье будет. Пока. До связи. Субтитры подогнал «Симон»